Приехали, прилетели на самолёте в Рио-де-Жанейро, Рио-де-Ханейро, Рио-де-Жанейро называется, утречками с Буэнос-Айреса, в течение трёх часов летели и прилетели в город Бразилии, столица Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро, Рио-де-Жанейро, этот город, крупный город, но мне не очень-то понравился, потому что вокруг очень много грязи, очень много бедноты, и даже в аэропорту, если сравнить с интернациональным аэропортом Аргентины, это небо и земля, в Аргентине всё вылизано, красота, всё в европейском стиле, в чистейшем виде, американском, не знаю о каком, вот, сейчас мы находимся вот на этой базе отдыха, мы ещё от аэропорта ехали два с половиной часа по различным курвам, курва это серпантин в переводе с испанского языка, вот такие деревца здесь растут, это Бразилия, вот, пальмочки, лианы плетутся, ручеёчки, а, вон гуси ходят, интересно, и тут же рядом океан Атлантический, вот, уже на закате солнца, фактически, находимся, вот такие, интересный зал, такие креслица плетёные, плетёные, а, так у меня дома тоже, вот, как у нас такой плетёночки, это серого цвета, думаю, это для патью, так сказать, специальная мебель из пластика плетёной, вот, цветочки, люди купаются в бассейнах, сейчас я буду кофе пить, оплачены наши поездки, Лориаль оплатил полностью поездку мне и Риточке, так как она призёр конкурса, она выиграла конкурс, единственное первое место во всей Аргентине, она ещё пока что имеет украинский документ, вот, ну, и аргентинский тоже, типа грин-карты, вот, не сделала вовремя вместе с нами документы, вот такая здесь местность, вот такой пейзаж, мы в Аргентине тоже на берегу Атлантики живём, в общем, красота, а, вот, сейчас прочитаю название этого, это посёлок, называется Рио Дас Педрас, это на португальском, Рио Де Пьедрас на испанском, речка, каменная река, или река из камней, вот, кстати, да, там камни красивые очень, вот, уже похолодало, какой-то хумигасён сделали, очень много странного, такого вонючего дыма распространяли, ходили негры и дымили, вот такие зонтики, вот, я первый раз в Бразилии, хотя мы жили в Сальте, Сальто Аргентины, это субтропическая зона, там как раз, это область или провинция Сальто граничит с Бразилией, и Риточка уже давно ездила, ещё когда 19 лет, ездила с женой интенденты, вот, она её пригласила, они вместе ездили отдыхать в Бразилию, через границу на машине, вот, ну, мы находимся, конечно, гораздо дальше, более центральной, вот, здесь что-то они репетируют, репетируют люди в бассейне, пальмочки, ну, это какая красота, много антенн, хотя, сказали, вай-фай не очень здесь работает, вот, так что отдыхаем, веселимся, правда, мы уставшие, с трёх часов ночи в аэропорт поехали, и там ждали самолёта до восьми утра, вот, ну, с запасом времени, а, в четырё, в четыре мы поехали в аэропорт, дороги подхватили ещё одного парикмахера, который тоже ехал со своей моделью на конкурс, Рита здесь как просто представитель, как победитель конкурса, её пригласили и меня, тоже заодно, вот, всё включено, путёки нам подарили эти, ну, тут курс будет проходить, я тоже участник, я могу принимать участие, слушать все курсы, но я это делать не буду, мне это не нужно, я буду отдыхать, на море ходить, вот море, тут же видно, за бассейнами, ну, завтра поснимаю, ну, тут очень много геев, потому что они парикмахеры, в Латинской Америке парикмахер это гейская профессия, не в обиду сказано людям, я не дискриминирую никого, мне совершенно всё равно, вот Элиты на знакомые, мы с ними сегодня летели в самолёте, отличные ребята, и может даже лучше, чем некоторые мужики, вот, пообщаться, поговорить с ними, нормально, вот, компанийские, всегда уступят дорогу, очень учтивые, воспитанные, такие с пониманием, ароматизированные, такие не вонючие, всё у них как-то гармонично складывается, ну, конечно, я тоже не очень-то это всё понимаю, но принимаю, принимаю, хочу, не хочу, но принимаю, вот, сейчас буду показать, прерву своё видео, потому что люди на меня как-то посматривают, здесь, может, и не принято сильно сниматься, в общем, попьём как и сито, и я продолжу нашу съёмку,